Имущественный налог за прошлый год нужно оплатить до 1 декабря. Об этом напоминают в налоговой службе региона. Поясню, что имущественный – это налог на квартиру, дачу, гараж, землю и транспорт. Оплатить налог можно традиционно, с помощью квитанции, придя в инспекцию или банк, а также онлайн. Анна Стефаненкова продолжит тему. Любой гражданин должен выплачивать имущественные налоги своевременно. Для этого нужно прийти в налоговую службу и воспользоваться услугой «Электронная очередь». Электронная очередь, система «Электронная очередь», где есть очень много государственных услуг, не 15. На сегодняшний момент больше ходовая госуслуга сегодня – это имущественные налоги, потому что они сегодня имеют преимущество. И наступает срок. Срок уплаты, все получили уведомление. Все получили уведомление, соответственно, уплата. Есть еще очень хорошая госуслуга – это по предварительной онлайн-записи. То есть это налогоплательщик, не уходя из дома, соответственно, записывается онлайн-запись, приходит в налоговый орган, набирает свой пин-код. И, соответственно, мы его приглашаем по времени, по которому необходимо, и когда он пришел. Это те, кто хотят прийти и физически в контакт, что-то идет. Выбрать физический контакт, общение с сотрудниками налоговой или же воспользоваться личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы – дело самих жителей города. Не выходя из дома, используя личный кабинет, посмотреть и сумму налога, и, собственно говоря, произвести оплату, если вы там зарегистрируете. Есть такие сервисы. С такими сервисами познакомили губернатора области Игоря Васильева. Сотрудники рассказали, сначала нужно зайти на сайт налог.ру, получить уведомление в электронном виде и оплатить налоги онлайн. Однако пренебрегать оплатой не рекомендуется, так как она напрямую связана с уровнем жизни граждан. Говорят, те налоги, о которых мы сейчас говорим, это налоги местные, которые остаются здесь, на территории. И на эти налоги формируется в том числе дорожный фонд, строятся дороги. На эти деньги, в том числе, ремонтируются больницы, школы, поликлиники, создается социальная инфраструктура, в которой мы все живем. В этом году оплатить налоги нужно до 1 декабря. Однако многие кировчане уже обнаружили изменения в стоимости имущественного налога. Сейчас она исчисляется из кадастровой стоимости, то есть приближенной к рыночной. Все налогоплательщики и заинтересованные лица, по сути, должны понимать, что несмотря на то, что определение кадастровой стоимости выполняла кадастровая палата, к сожалению, не учитываются некие индивидуальные характеристики объектов, которые по логике вещей используются, когда речь идет о государственной кадастровой оценке. В том случае, если гражданин не представит уведомления на налоговую службу о выбранном объекте, то налоговый орган самостоятельно определит его. Результаты гражданин может оспорить в суде. Рядом хибара и рядом элитный объект. Понятно, что в массовой оценке они идут одинаковые. Понятно, получается социальная несправедливость. И в этом случае, вот и говорится, о нарушенных правах и обязанностях правообладателя. Познакомиться с системой исчисления имущественного налога можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы или посетив дни открытых дверей, которые состоятся 10 и 11 ноября во всех инспекциях области. Там же жители города смогут задать сотрудникам все интересующие вопросы. Анна Стефаненкова, Даниил Кочкин, Бюро новостей Дабичи.